Кто в ночи тут внезапно не спит предредлитель? Перед Новым годом я решила измельчить сыр из морозилки. Ну, как бы он не сильно был уже такой мороженый. Но, видимо, всё-таки кусок надо было чуть поменьше раздолбать, потому что у меня перестала штучка крутиться. И вообще вот вылезла вот эта вот штучка. Вот эта вот штучка. И под ней была вот такая зелёная фигня. И я потом вот... Ну, люди мне одни вроде как пообещали спросить других, что помогут. Но и благополучно забыли. И потом мы приклеили с родственниками каким-то специальным кремом вот эту штуку. И он вроде как бы и тогда тоже так вот тырк. И чуть прокрутится, но не до конца. И тут так же. Я долго думала, смотрела в сети. Значит, у кого-то похожая проблема была, но там якобы стёрлась вот эта вот вся фигня. Смотрю, ничего не стёрлось. И решила я разобрать. Долго искала отвертку. Если у вас в ящике слегка бардак, то долго вам её искать придётся. Короче, нашла я эту свою любимую отвертку. Она двухсторонняя. Тут тоже можно поменять. Вон, вставить обратно. С той квартиры она переехала. Я три гвоздя, значит, выкрутила. Есть у меня специальные отвертки, такие маленькие, как бы часовые. Но ими неудобно. Всё-таки вот эта вот штука имеет вес. В этом плане. Дальше меня ждала такая интересная конструкция. Так, сувайся. Может быть, оно по-другому. Прикол будет, если я её потом не соберу. Ну, короче, в общем, как-то так. А может быть, она просто кверх ногами должна была быть. В общем, тут такая интересная штука. Тут вот ещё не менее интересная штука. Да, я думаю, что она вот по-другому. Я, наверное, даже это монтировать не буду. Не как с роликом про кота. Просто я тогда снимала, и телефон у меня что-то так слегка перевёрнутый внезапно был. Когда скидывала на YouTube, пришлось ролик удалить и перевернуть уже в монтаж. В общем, как-то оно вот так. Есть. Я это достала. Я-то ожидала несколько иную конструкцию. Я думала, что, может быть, эта фигня приклеивается внутри какой-нибудь металлической фигне, которая крутится. Потому что в итоге у меня эта штука крутилась в обе стороны. Ну, если туда вот то, что надо воткнуть. А здесь вот меня ждало, можно сказать, разочарование. Тот человек, который мне усиленно в каменте к обзору этого ирита, писал телеги свои прям, то одно советовал, то другое, и хейтил прям практически этот ирит. Я думаю, если он вдруг этот ролик увидит, он, наверное, обрадуется, что ирит наконец-то умер у меня. Мне больше ещё прикололо, что тут этот шнур на узелок завязан. Чтоб не вылезал, что ли. Вот это вот клавиша, которая, ну, когда-то вы же нажимаете вот на ту хрень, она нажимает на эту штучку. Это пружинки такие, как бы пружинник. Видимо, эта клавиша, когда нажимается, то у нас срабатывает вот эта вот. Благо, как бы не то, чтобы было жалко, я без штатива. Система ниппель вообще. С одной стороны, у меня есть прекрасная тёрка белорусской сборки вместе с мясорубкой. С другой стороны, она как бы всё-таки под большой объём рассчитана. А с третьей стороны, чем мелкий объём, нельзя потерять в этой тёрке мясорубки. На свой страх и лист. Надеюсь, мне не долбанёт ничего. О! То бишь, смотрите, эта фигня крутится. Эта фигня у нас крутится. Но что этой фигне мешает крутить другую фигню, вот мне интересно, прям для меня загадка. Может быть, всё-таки дело вот в этой оранжевой хренотени, которая тут как-то растеклась, или это клей у них такой китайский. Или шо это. Ну, китайцы же делали. Но, да, вот это можно снять, я так понимаю, и будет вот нам счастье то, что внутри. Я сейчас это скину на YouTube. Может, кто-нибудь глянет, кто-то тоже любопытствовал подобной фигнёй, если вдруг подобный рит был. И, может быть, мне что-нибудь скажет, потому что, ну, очень он мне нравился. Я думала, что я его как-то исправлю своими силами. Если вдруг кто реально вот видел такую штуку, разбирал такую штуку, ну, вдруг кому интересно, или подобную штуку разбирал, и знает, что с этим делать, ну, можно ли это как-то починить, дайте знать, пожалуйста. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok